Такие планерки с участием директоров школ проводятся с периодичностью раз в две недели. Каждый раз с участием председателя Горисполкома пошагово рассматривается ход подготовки учреждения образования к новому учебному году. В июне в школах еще много учеников, которые посещают летний оздоровительный лагерь. Разгар ремонтов приходится в основном на июль-начало августа. Важно, чтобы к началу масштабных работ все было готово. Закуплены необходимые стройматериалы, проведены тендеры по выбору подрядной организации. К слову, заявляются не только крупные строительные организации, но и небольшие частные формы собственности. Если организация достойно сделала вопрос, почему эти привлекательные, пусть на суд подряд, все это не боятся, кто себя зарекомендовал, с положительной стороны есть объекты, и они небольшие предприятия, которые здесь присутствуют. Почему бы не страдать, где-то идти на суд подряд, чтобы помогали. Довольно внушительный объем финансирования предусмотрен в этом году на подготовку учреждения образования к новому учебному году. Пока проходит уточнение, окончательную цифру назовем чуть позже. Но надо сказать, что впервые в этом году из городского бюджета каждой школе будет выделено дополнительно от 15 до 20 тысяч рублей, и директора распорядятся ими по своему усмотрению. Безусловно, это хорошее подспорье. Выделено достаточно финансовых средств, и главное на сегодня освоить. Учебные заведения рассчитывают и на помощь шефов. Много чего сделают в этом сезоне и собственными силами. Поддержку готовы оказать родители. Да и сами учащиеся не останутся в стороне. В рамках вторичной занятости студотряды будут оказывать посильную помощь в ремонте. Студотряд, они будут оформлены на работу уборщиками помещений, то есть 25 ставки, поэтому будут выполнять работы в соответствии с возрастом детей. Это несовершеннолетние, поэтому легкие работы. На совещание также подняли вопрос подготовки к отопительному сезону. По словам начальника Пинского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора, уже начали оформлять первые паспорта готовности. Ну и в завершение начальник финуправления Пинского горисполкома призвал всех руководителей учреждений образования активнее участвовать в конкурсе «Энергомарафон» по выделению грантов на мероприятия по энергосбережению. Это тоже может служить источником для финансирования расходов по школам. Деньги направляются на модернизацию системы освещения, замену окон, утепление фасадов, зданий, реконструкцию теплопунктов. В прошлом году средняя школа номер 9 выиграла в энергомарафоне и получила 20 тысяч рублей.